МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционная августовская педагогическая конференция. Одна из главных задач накануне нового учебного года спокойно и тщательно проанализировать итоги выпускных экзаменов. На атомном ледоколе до Северного полюса и обратно. Удивительное путешествие школьницы из Десногорска. Это вообще что-то невероятное. Настолько красивые пейзажи, настолько веселые, настолько общительные люди, к тому же знаменитости просто вокруг. И это вообще какой-то вау. А теперь об этих и других событиях подробнее. В этом году в Смоленской области построено более 285 тысяч квадратных метров нового жилья. Это почти в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом губернатору Алексею Островскому рассказал его заместитель Руслан Черных, курирующий семь региональных программ. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 1 сентября 2025 года запланировано расселение 90 многоквартирных домов и 683 жилых помещений. Более полутора тысяч человек из четырех районов области получат новое жилье. Кроме этого, благодаря программе «Чистая вода» планируется строительство объектов питьевого водоснабжения. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе ведется ремонт на 30 объектах. Также в области будет установлена роботизированная система контроля соблюдения правил дорожного движения. Алексей Островский отметил, что нацпроекты крайне важны для экономики и социальной сферы региона и призвал соблюдать стандарты качества и сроки их реализации. До выборов депутатов Десногорского городского совета пятого созыва осталась неделя. Но к ним все готово уже сейчас. От мнения горожан зависит, кем их житейские вопросы будут решаться в ближайшие пять лет. Подробности далее. Главное отличие нынешней избирательной кампании от выборов 2014 года – новая избирательная система. Было четыре округа, четырехмандатных, было 16 депутатов. Теперь одномандатные округа и их 15. Чем это выгодно для жителей Десногорска? Выгодно, ну, у каждого избирателя, будем так говорить, с округа свой кандидат, к которому ты пришел со своими проблемами. А не искать из четырех кого-то одного. Участвовать в выборе депутатов могут только жители Десногорска, достигшие 18-летнего возраста. Чтобы проголосовать, нужно лично прийти на свой участок с паспортом. Впрочем, члены комиссии могут приехать к избирателю и домой. Но это только для маломобильных граждан. Еще одна отличительная черта нынешних выборов – возможность проголосовать досрочно. Правда, сделать это можно по уважительной причине, например, отпуск или командировка. Единый день голосования в Десногорске – 8 сентября. Но проголосовать досрочно можно уже с 28 августа. Вот в таких избирательных участках. Всего их в городе 15. Для этого от избирателя потребуется только паспорт. Избирательные участки расположены в социальных городских объектах. Это библиотеки, школы и другие образовательные учреждения. Пришел избиратель на наш избирательный участок. Мы проверяем паспорт, сверяем со списком, смотрим обязательно, устанавливаем его данные, регистрация. Данные избирателя вносятся в общий список голосующих. И вот бюллетень уже в руках. Для приватности процесса в каждом участке стоят вот такие кабинки для голосования. Где он голосует, после выходит, складывает свой бюллетень и бросает в переносной ящик. Выборы депутатов городского совета Десногорска пройдут 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Жители деревни Онухова Смоленского района стали заложниками диких лис. Животные, которые являются одними из основных переносчиков бешенства, буквально атаковали частные подворья. Проблему распространения смертельно опасного заболевания подняли на круглом столе в общественной палате Смоленской области. В ходе совещания была признана необходимость увеличить количество приманок для иммунизации диких животных против бешенства. Анализ случаев выявления этого вируса у домашних животных, кошек и собак показали, что зачастую люди отказываются от профилактической вакцинации своих питомцев. Поэтому ответственное отношение самих хозяев может помочь исправить ситуацию. Специалисты отмечают, что вакцины от бешенства не вредны для здоровья питомцев, а проведение процедуры с использованием препаратов отечественного производства совершенно бесплатно. Августовская конференция – особая педагогическая традиция. Ежегодно на пороге нового учебного года преподаватели пересматривают свой педагогический багаж, критически оценивая достижения. Подробности в сюжете. 30 августа в Десногорске состоялась августовская педагогическая конференция. Это уже особая традиция на пороге нового учебного года. Тема нынешней встречи – архитектура муниципальной системы образования. Проектируем будущее. Делегации образовательных учреждений собрались в концертном зале Центра культуры и молодежной политики, чтобы подвести итоги проделанной работы, а также поставить задачи на перспективу. Участников конференции приветствовали представителей администрации, городских организаций и духовенства. Развитие системы образования для нас один из главных приоритетов социально-экономической политики. Забота о будущем поколении – самые надежные, умные и благородные инвестиции. От имени директора Смоленской атомной станции Павла Алексеевича Лубенского, от имени коллектива атомщиков, от себя лично, разрешите всех вас поприветствовать на педагогической конференции и пожелать ей успешной работы. Почетными грамотами и благодарственными письмами был отмечен неоценимый вклад педагогов города Десногорска в развитие системы образования. Настоящие профессионалы, они идут в ногу со временем и не устают искать новые формы и методы работы. И это помогает достигать действительно высоких результатов. Одна из главных задач накануне нового учебного года – спокойно и тщательно проанализировать итоги выпускных экзаменов в разрезе каждой школы. Одной из задач перед преподавательским сообществом начаться внедрение в образовательный процесс современных технологий. Это возможно благодаря различным федеральным проектам, которые действуют в Смоленской области. В 2020 году планируется открытие первого центра цифрового и гуманитарного профиля на базе средней школы номер один. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Свои поздравления, музыкальные номера подарили педагогам ученики школ и артисты Центра культуры и молодежной политики. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ 35 смолян ответят перед законом за дачи и получение взяток. Самый крупный размер выявленной в этом году взятки составил 1 миллион 250 тысяч рублей. Получение такой суммы инкриминирует бывшему заместителю экс-главы областного центра. Об этом рассказали на брифинге в региональном полицейском управлении. Всего же в текущем году зарегистрировано 50 случаев дачи и получения взятки, из них 7 с участием посредника. Средний размер незаконной мзды в первом полугодии состоял 118 с половиной тысяч рублей. Полицейские напомнили, что за данный вид преступления грозит санкция до 12 лет лишения свободы. На борту атомного ледокола «50 лет победы» 68 одаренных школьников из 24 регионов России совершили путешествие на Северный полюс. В числе умников и умниц в экспедиции приняла участие ученица школы номер 3 города Десногорска Ксения Мишкина. С юной путешественницей пообщалась наша съемочная группа. Атомный ледокол «50 лет победы» отправился к Северному полюсу 13 августа из Мурманска. На следующий день корабль прошел землю Франца Иосифа. Это была последняя встреча Ксении с сушей до самого полюса. За 10 дней, проведенных в походе, жительница Десногорска познакомилась с захватывающим и неповторимым миром Арктики. Наблюдала за касатками, белыми медведями и проплывающими за бортом айсбергами. Однако первые дни пребывания на судне оказались не самыми простыми для хрупкой девушки. Когда мы были в Баренцевом море, нас предупредили, что у нас мини-шторм и что ледокол может качать. Но я думала, такая огромная вообще махина, как ее может качать? Но была качка. У меня в первый день только проявлялась какая-то морская болезнь. Мне было нехорошо. И я боялась, если честно, я боялась, что будет так и дальше. Думала, блин, что же делать? Но, в принципе, мы вот этот участок, где качала, проплыли, и потом вообще ни разу ничего не было. За время своего путешествия Ксения узнала о развитии атомного флота, погрузилась в историю освоения Арктики и ее природных объектов. Девочка приняла участие в уникальных творческих мастер-классах. Она познакомилась с особенностями актерской профессии, а также стала участницей фестиваля мультфильмов. В качестве наставников для нее выступили музыкант Тимур Ведерников, телеведущий Вал Диспельш, актрисы Елена Яковлева и Анастасия Макеева, а также другие звездные пассажиры атомного ледокола. Это вообще что-то невероятное. Настолько красивые пейзажи, настолько веселые, настолько общительные люди. К тому же знаменитости просто вокруг. И это вообще какой-то вау. По счастливому совпадению на Северном полюсе Ксюша встретила свой день рождения. Капитана томохода подарил девочке возможность связаться со своими родителями по спутниковому телефону. Мы не ожидали, потому что знаем, что связи нет. Первый раз мы так долго без связи друг с другом. Мы не знали даже, что спросить, как сказать. Мы поздравили с днем рождения и спросили, как тебе нравится, как вообще твои эмоции. Услышав ее голос, мы поняли, что там очень хорошо, что ребенок очень доволен. И дальше ждали с нетерпением возвращения. Финальным аккордом путешествия Ксении стало участие в зажигательных флешмобах. Вместе с другими членами экипажа она развернула государственный флаг, после чего выполнила свою главную миссию – установила флаг Десногорска на вершине планеты. Я участвовала во множествах конкурсах школы Росатома. И каждый раз я получала какую-то награду, но я считала, что я столько сил в это вложила, но почему вот так? И когда мне сказали, что я еду на Северный полюс, я поняла, что все окупается. Рано или поздно за все придет награда. И нужно быть активным, нужно стараться, нужно стремиться, нельзя сидеть на месте. Пример Ксении наглядно демонстрирует, как тяга к знаниям и интерес к учебе способны открывать новые возможности и расширять границы. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Организаторы Смоленского кинофестиваля раскрыли программу предстоящего «Феникса». В списке будет представлена 21 кинолента. Среди фильмов ожидаются историческая картина «Табол», остро-социальная драма «Завод», а также библейская история «Варрава». Смоляне увидят 10 полнометражных и 9 короткометражных картин. Председателем жюри в этом году будет заслуженная артистка России Ольга Кабо. В Смоленске вспомнит ушедшего из жизни Марлена Хуциева, состоится показ его фильма под названием «Невечерняя». Проведет творческий вечер писатель-сатирик Аркадий Инин, а на площади «Аллеи звезд» заложат пятиконечный знак народной артистке России Ларисе Удовиченко. Сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok